Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим распоряжением с 30 сентября приступили к выполнению операции в Сирии. Всего за это время совершено более 9 тысяч вылетов. Впервые были осуществлены массированные удары высокоточным оружием на дальности более полутора тысяч километров как ракетами как воздушного, так и морского базирования. За это время в результате ударов удалось серьезно остановить в отдельных местах и полностью прекратить ресурсное обеспечение террористов за счет пресечения трафика торговли углеводородами. Прикрыты основные пути доставки углеводородов в Турцию и основные пути доставки оружия и боеприпасов в боевика. Террористы вытеснены из Латакии, восстановлены сообщения с Алеппы, блокирована Пальмира, продолжается боевое действие по ее освобождению от незаконных вооруженных формирований. Очищена большая часть провинции Хама и Хомс, деблокирована авиабаза Квайрис, которая была заблокирована более трех лет, восстановлен контроль над нефтегазовыми полями вблизи Пальмира. Три больших поля, которые на сегодняшний день приступили к функционированию в повседневном режиме. На территории Сирии уничтожено более двух тысяч бандитов, выходцев из России, в том числе 17 полевых командиров. В нашей авиации уничтожено 209 объектов нефтедобычи, переработки и перекачки топлива, а также 2912 средств доставки нефтепродуктов, или, как их называют еще, наливников. Всего при поддержке нашей авиации сирийские войска освободили 400 населенных пунктов и более 10 тысяч квадратных километров территорий. Достигнув существенный перелом в борьбе с терроризмом организациями и привлеченными к этой работе в результате переговорного процесса Таких организаций на сегодняшний день 42 населенных пунктов, плюс населенных пунктов больше 40, которые присоединились к режиму перемирия и начали активное действие по соблюдению режима перемирия. Обеспечили контроль за соблюдением режима прекращения огня, для этого привлекли достаточно большую группу беспилотных летательных аппаратов, больше 70, все средства разведки, включая радиоэлектронную разведку и нашу спутниковую группировку. Можно было бы этот доклад продолжить, но я думаю, что это основные итоги работы за это время. Спасибо, Сергей Владимирович. Как идет процесс мира на Барбуре? В.В. Операция наших Воздушно-космических сил, помимо тех результатов, которые были достигнуты на Земле непосредственно в ходе военных действий по подавлению террористов, способствовала созданию условий для политического процесса. Мы последовательно выступали за налаживанием межсирийского диалога, еще в соответствии с теми решениями, которые принимались в 2012 году. Наталкивались наши предложения на отсутствие желания всех наших партнеров заниматься этим вопросом, но с момента начала действия наших Воздушно-космических сил ситуация стала меняться. И последовательно были предприняты шаги сначала, по итогам ваших разговоров с президентом США Бараком Обамой, российско-американская связка, стала готовить более широкий процесс внешнего сопровождения межсирийских переговоров. Была создана международная группа поддержки Сирии, в которую вошли все без исключения ключевые игроки, включая региональные державы. И договоренности, которые в этой группе были достигнуты о параметрах сирийского политического процесса, были одобрены в двух резолюциях Сайта безопасности ООН, которые утвердили триединый процесс прекращения боевых действий, расширение доступа гуманитарных грузов в ранее заблокированные районы и начало межсирийских переговоров. Благодаря этим решениям, включая вашу последнюю договоренность с президентом Обамой, сегодня, наконец, в Женеве возобновились межсирийские переговоры между делегацией правительства и делегациями целого ряда оппозиционных групп. Работа непростая, предстоит еще понять, как все эти группы могут за одним столом собраться, пока представители ООН работают индивидуально с каждой из них. Но процесс начат, и в наших общих интересах сделать его устойчивым и необратимым. Россия за короткий срок создала в Сирии небольшую по численности, но весьма эффективную военную группировку, причем разнородных сил и средств. Это и космическая разведка, беспилотные летательные аппараты, боевые ударные комплексы, как истребительной авиации, так и штурмовой авиации. Это силы военно-морского флота, которые применяли самое современное оружие с акватории двух морей, и Средиземного, и Каспийского, причем работали как с надводных кораблей, так и с подводных лодок. Создали мощную систему противовоздушной обороны, включая самые современные комплексы С-400. И действительно, эффективная работа наших военных создала условия для начала мирного процесса. Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и российскими вооруженными силами в Сирийской Арабской Республике, в целом выполнены. При участии российских военных, при участии российской военной группировки, сирийским войскам и патриотическим силам Сирии, удалось кардинальным образом переломить ситуацию в борьбе с международным терроризмом и овладеть инициативой практически на всех направлениях, создать условия, как я уже сказал, для начала мирного процесса. При этом наши военнослужащие и солдаты, и офицеры проявили профессионализм, слаженность, умение организовать эту боевую работу вдали от своей территории, не имея с театром военных действий общей границы, действовали эффективно в течение почти полугода, осуществляя необходимые снабжения и руководство боевыми действиями. Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнены, поэтому приказываю Министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики. И прошу Министерства иностранных дел интенсифицировать участие Российской Федерации в организации мирного процесса по решению сирийской проблемы. При этом наши пункты базирования морской в Тартусе и авиационные на аэродроме Кмими будут функционировать в прежнем режиме. Они должны быть надежно защищены с суши, с моря и с воздуха. Эта часть нашей воинской группировки находилась в Сирии традиционно в течение и многих предыдущих лет, а сегодня должна будет исполнить очень важную функцию контроля за прекращением огня и созданием условий для мирного процесса. Я надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом для всех конфликтующих сторон. Надеюсь, что это значительным образом поднимет уровень доверия всех участников процесса по примирению в Сирии и будет способствовать решению сирийского вопроса мирными средствами.